Вчера зоркая тагильчанка заметила в районе поселка Старатель, недалеко от санатория Руж, в водах городского пруда, в который на днях запустили больше 4000 штук молодняка белого амура для борьбы с сине-зелеными водорослями, лодку с браконьерами. Двое рыбаков плавали у берега, расставляя сети. Вот у него в руках сетка. О, присел сразу же, я как камеру застаю, он приседает. Вот у него белая эта сетка в руках. Смотри, что делают, да? Женщина с другого конца пруда сняла на мобилу биодиверсантов, называя их на нижегородский манер голодяями, и вызвала полицию. Но правоохранители взяли женщины объяснение и лишь пожали плечами, утверждая, что у них, дескать, нет лодки, чтобы гоняться за браконьерами. И вообще, без содействия рыбнадзора они ничего сделать не могут. Получается, что комбинат деньги на ветер выбросил на потеху с сеточником. Возмущаются горожане. А кое-кто даже сообщил в соцсетях о том, что в стародавние времена, о которых ныне живущие знают лишь из преданий и легенд, во время нереста леща даже в церквях не звонили колокола, чтобы рыбу не пугать. На днях чиновники мэрии и представители Евраз НТМК торжественно и людно выпустили в городской пруд молоть белого амура. Эту породу за глаза называют рыбой-мелиоратором за то, что она очень быстро очищает водоем от водорослей, из-за которых, по свидетельству тагильских экологов, пруд превращается в изумрудный. Но эта красотень для горожан в печальку превратилась. Тагильской полиции в комментариях СМИ уточнили, что их сотрудники накануне были на месте в 12.10. И заявительница сама сообщила о браконьерах не только в МВД, но и в Рыбнадзор тоже. Рыбаков с сетями сейчас ищут. Рыбаков с сетями сейчас ищут.